Всем привет! С вами Александр и сегодня мы поговорим про Never Summer, а точнее 5 досок, на которые стоит в первую очередь обратить внимание. Поехали! В первую очередь, про которую доску я вам хочу рассказать, это про TAC-Type. Наконец-таки он у нас появился. Что же в нем особенного? Это флэтовый прогиб посередине, мощный кимбера под ногами, прогиб рипсоу. За счет этого доска нереально стабильная на скорости, режется и имеет отдачу похожую, или схожую, как вам больше нравится, с C3 прогибом от компании Leptech. Замечательно ведет себя на приземлениях, на поворотах и в паудере. Шейф носа и хвоста доски выполнен немного с заваленной частью. Что это дает? В парке более мощные оли, вне трассы более резкие повороты. Замечательный фристайл агрегат. Который вам позволит себя чувствовать уверенно и комфортно, как на трассе, как в парке, так и вне трассы. Конечно, не могу пройти мимо доски Heritage, которая опять вернулась в линейку компании NeverSummer. Это известная доска всем поклонникам фирмы NeverSummer. Замечательный вариант. Гибрид кембер-рокер. Флэтовая плоская часть посередине, кембера под ногами, но более плавный, нежели у прогиба рипсоу. Стойко смещено к хвосту, за счет чего доска замечательно показывает себя вне трассы. И, соответственно, будет показывать себя и на трассе. Directional Twinning. Лучший податливый универсальный вариант среди досок NeverSummer. А вот и Peacemaker. Супер универсальная доска как и для парка, так и вне трассового катания. Что же в ней такого особенного и почему же она такая супер универсальная? По двум причинам. В первую очередь, расширенная талия, что позволяет взять и более короткую доску, и за счет этого доска лучше будет выплывать вне трасса. И вторая причина. Доска Full Twin, то есть полностью симметрично, но добавлены дополнительные прорези сзади и сперни к закладной, что позволяет максимально сильно сместить крепление назад, превращая полностью твиновую доску в Twin Directional. И нос доски здорово удлиняется. За счет чего точно доска не будет тонуть в паудере? West. Всем уже давным-давно хорошо известный. Направленная форма Directional Twin. Мощный рипсов прогиб. Что это дает доска владельцу? Нереальная стабильность на скорости. Хотим резать дуги? Она вам это позволит. Хотим летать с трамплина? Она это вам позволит. Хотим нереально круто кайфануть в паудере живот? Она вам это позволит. Но доска с характером. Не уставайте, а иначе она этого вам не простит. Катайтесь в полную силу и максимальную отдачу подарит вам эта доска. В завершение обзора хочется рассказать про мою любимицу. У меня везде есть любимица. И это, конечно же, Swift. Он невероятен. Просто невероятен. Что же про него стоит отметить? В первую очередь, теперь второй год уже подряд, делается прогиб Fusion. В чем отличие Fusion от Ripsal и, соответственно, Rocker Camber? Остается плоская середина. Сзади у вас прогиб Ripsal. Для большей стабильности на скорости и лучшего щелчка на ходах. И большей отдачи и всплытия вне трассы. И более плавный Camber Rocker. Кемберная часть более плавная в носу доски. За счет чего доска еще мощнее выплывает вне трассы. Также хочется отметить, что доска при желании можно превратить в хороший directional twin. То есть сместить крепые максимально вперед. И у вас очень большой рабочий хвост получится. Что позволит вам здорово угорать в парке, попрыгать, спикеров попрыгать, немного подживить. Подживить я бы, конечно, не стал на ней, потому что жалко. Но при этом позволит вам дотворять абсолютно все. Заостренный нос доски это не просто дань уважения серфингу, либо какому-то моменту. Но есть и специальный усилитель-наконечник, который позволяет пробивать ледяной наст, пробивать пинки, какие-то легкие ветки. Ну и, конечно, если кто-то заиздевался на склоне, и вы в него вырежетесь, ему мало это точно не покажется. Поэтому катайтесь осторожнее. Данная доска замечательный вариант как для фрирайда, как и для трассы, но и эпический фрирайд на ней вам 100% обеспечен. Обещаю. У компании NeverSummer очень много интересных сноубордов, поэтому пишите комментарии, мы обязательно на них ответим. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, нажимаем на колокольчик, чтобы прилетали уведомления. Ставим лайки. Предыдущее видео где-то здесь. Всем пока-пока. Продолжение следует...